Приветствую вас, давайте мы разберём с вами ваш вопрос, который вы задаёте. Сама пишите вы, я не могу проанализировать ситуацию, обращаюсь к вам за помощью. Мы живём вместе два года, съехались через три месяца после знакомства. Три месяца после знакомства срок такой, знаете, средний, то есть достаточно ли вам было три месяца для того, чтобы реально узнать человека, достаточно ли вам трёх месяцев для того, чтобы понять человека, чтобы ответить условно себе на вопрос, ну, важ ли этот человек, не важ ли этот человек, достаточно ли между вами общего, например, или нет. То есть это момент, который, на который нужно обратить вам, ну, на мой взгляд, внимание, потому что это важная составляющая, вот, отношений, да, ваших. Вот, это с одной такой стороны, вот. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, насколько много между вами общего, вообще? То есть, есть ли между вами общего, сколько, сколько между вами общего, достаточно ли между вами общего, между между вами общего, чтобы, ну, чтобы выстраивать отношения. То есть, это, мне кажется, тоже, тоже такой, такой, достаточно, ну, достаточно важной истории, вот, потому что, ну, опять же, если вы в этом не уверены, если у вас мало общего, ну, друг с другом, вот, то, ну, на мой взгляд, будут иметь место, будут иметь место быть проблемы, и проблемы достаточно серьезные. То есть, вот, то, что сейчас между вами происходит, это вполне вероятно, как раз следствие, вот, того, что вы, ну, недостаточно хорошо, ну, недостаточно хорошо друг друга, просто знаете, недостаточно хорошо, ну, друг с другом иметь контакт, такой. То есть, опять же, да, я вас не пытаюсь в чем-то отвинить, сейчас нет такой задачи, нет такой цели, вот, просто речь идет, вот, именно о том, как выстраивались ваши отношения, на основании чего выстраивались ваши отношения, и что вас объединяет, да? Дальше. Дальше. Вы говорите о том, что вы съехались после трех месяцев знакомства и живете вместе уже два года. Хочется спросить у вас, почему вы, ну, не оформили, например, свои отношения в виде, к примеру, брака, да? То есть, почему вы, ну, не поженились, почему мужчина не взял вас в жены и так далее. То есть, опять же, прошу меня понять правильно. То есть, я ничего против, не имею доброчного проживания. Просто мне видится так, что вы здесь, ну, может быть, себя не защищаете так, как нужно защищать. Может быть, вы к себе, вот, не относитесь с той, ну, с той степенью защиты, с той степенью заботы, которая позволила бы вам, ну, вот, в отношениях с мужчиной, да, чувствовать себя уверенно. Потому что вот складывается такое ощущение, да, что вы просто вот ощущаете, что всё выходит из-под контроля. Вот. Но, так, какие-то действия не только его привели к этому, к этому, но и ваши действия тоже к этому привели. Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь нужно обязательно учитывать и данный аспект тоже, потому что это важно. Далее, всё было хорошо, он заботлив, денег не жалел в пределах собственных возможностей, взаимопонимание нежности, секс, секс и всё нормы, был счастлив. Последние полгода проблемы у него на работе, он стал более серьёзным, исчезли какие-то элементарные нервности, все почти не стало сказать, стали ссориться довольно-таки взятым из мелочей. А, ну, смотри, там. Здесь, а, момент следующий. А, значит, у него проблемы на работе. То есть, опять же, я так понимаю, что вы, ну, вы не можете ответить на вопрос о том, какого рода, какого рода у него проблемы на работе, вот. Почему у него проблемы? То есть, у меня нет ощущения, да, что вы, ну, что вы знаете, что с ним происходит. Ого. И, соответственно, опять же, возникает этот вот вопрос. Вопрос того, насколько вы близки. То есть, если вы очень близки, то мужчина с вами обязательно поделится тем, какие у него проблемы, допустим, ну, на той же работе. Вот. Расскажет вам, с чем ему приходится, там, образно говоря, сталкиваться. Вот. И так далее. Но человек этого не делает. Почему-то. И, мало того, вы еще, ко всему прочему, и с ним ссоритесь. То есть, вы знаете, что у него проблемы на работе, и с ним ссоритесь. Там тоже достаточно важный момент. То есть, почему вы ссоритесь с человеком, хотя знаете, что у него есть проблемы определенные. Вот. То есть, опять же, я вас не обвиняю, не хочу, чтобы вы подумали, что я вас обвиняю, что моя цель вас обвинить. Нет. Моя цель заключается в том, чтобы, может быть, дать вам понять, что происходит, как происходит, ну и так далее. Но это так далее. То есть, это очень... Очень важно. Что. Понимаете? Вот. То есть, почему вы ссоритесь? Да? Хотя... Проблема, она как бы его, она, эта проблема не ваша. Вот, мне кажется, что этот момент надо бы определить, обязательно, вот, ну, для вас. Почему я, вот, сори. Дальше, так, вы пишите, что мы мирились, и все хорошо. Но, опять же, у любой, эээ, ссоры, у любого конфликта есть причины. Да? И вопрос заключается в том, насколько вы понимаете причины конфликта. То есть, отдаете ли вы себе в этом отсчет? Вот. Понимаете? Какая штука. Отдаете ли вы себя шерстом? Из-за чего вы, сори. Приходите ли вы к каким-нибудь решениям, вот, именно, ээээ, ну, ну, решениям, по результатам примирения? Потому что без каких-то решений примирение ничего не значит. Абсолютно. Ээээ, дальше. Тем более, что вы пишите, что вы ссоритесь, вы из-за мелочей. Получается, не такая-то уж и мелочь, раз вы из-за нее, из-за них, сори. Эээ, я подняла тему отсутствия секса, почему так редко, может, какие-то проблемы у него. Эээ, какую категорию проблем вы имеете в виду? Он ответил, что все нормально, я его по-прежнему привлекаю, но влечение не такое сильное, как раньше. Просто, эээ, опять же, ну, тут надо бы конкретизировать, да, то есть, что подразумевается под влечением, эээ, что он подразумевает под влечением, и связано ли это, например, с тем, что у него есть какие-то вот проблемы по работе. Сейчас, опять же, можно, эээ, можно как бы, как бы гадать, да? Можно гадать. Из-за чего это? Но лучше, лучше, все-таки, все-таки, на мой взгляд, эээ, знать. Ну, наверняка, лучше, на мой взгляд, знать наверняка, о чем идет дальше. Дальше, эээ, как вы восприняли, ээээ, что, что у него к вам не уничтожили? То есть, восприняли ли вы это как оскорбление и унижение для, допустим, себя? Если так, то почему? Дальше. Так, потом данная тема поднималась еще раз, но вопрос может ему просто удобно со мной, но он боится признаться в этом, ответ он, наверное, боится признаться. Ну, опять же, здесь у меня складывается такое впечатление, такое ощущение, что вы давите на него, вот, то есть, ну, у меня возникло такое чувство, давление, что вы давите на человека, вот, возникло у меня ощущение, что он испытывает такое вот давление от вашей стороны, вот, и... Возможно, поэтому он и ответил вам так. Вот. То есть, ну, знаете, мужчина, по сути, признался в том, что он вас использует, что ему просто удобно с вами, но... Я не думаю... Не думаю... Не думаю, что... Этот... Этот... Так. Эм... Дальше. После этого мы не разговаривали, вот, опять же, непонятно, Вера. Вы не разговаривали с ним вообще или не разговаривали об этом? Я не знаю, что делать, что... Что делать, чтобы что? Я его люблю, как прежде, стоит ли быть удобным человеком или уйти? А что вы подразумеваете под удобным человеком? То есть, удобный человек, удобный человек, это... Какой человек? То есть, я просто, вот, хотел бы, наверное, определиться с... Ну, ну, с терминами. То есть, вот, мне не очень понятно, что вы имеете в виду, говоря, удобный человек. Если честно. То есть, удобный человек может быть тот, который... С которым хорошо, например. С которым легко, например. С которым комфортно, например. Понимаете? Вот этот, это может быть удобным человеком. Ну, как... Как вариант, да? А что вы подразумеваете под этим словом? И опять же, я прошу заметить, я не пытаюсь вас как-то обвинить в чем-то. Я хочу... Я хочу понять. Я хочу понять, что вы имеете в виду. Потому что сейчас это достаточно неопределенно выглядит. Дальше. Мне безумно обидно, что он меня так воспринимает. Это большое разжирование и боль. Угу. Ну, вот ваше чувство обиды, которое вы чувствуете, которое вы ощущаете, вот ваше чувство обиды, мне кажется, ну, в первую очередь раскрываться. Потому что, видите, у человека могут быть проблемы. Ну, просто свои собственные проблемы. Могут быть. Вполне. Вы это воспринимаете на свой счет. То есть, просто откровенно вы это воспринимаете на свой счет. И здесь может быть проблема неуверенности в себе. Здесь может быть какая-то еще проблема. Понимаете? Вот. А если это так, да, то с этим нужно работать. Опять же, вы говорите, что у вас, что это большое разочарование и боль. Но разочарование базируется на каких-то ожиданиях. Боль – это, ну, как бы, отделение себя от своих чувств по факту. И очень важно понять, вот в какой момент, да, произошла вот эта крайне-крайне негативная, на мой взгляд, перемена. То есть, когда вы перестали надеяться на человека и… Когда вы перестали надеяться, точнее, на себя, простите. И начали надеяться исключительно на человека, при том, что он даже, ну, на вас не женат. Вот. Условно говоря. То есть, человек, по сути, ну, по сути, вам, ну, не должен ничего. Вот. То есть, как бы, на чём базируются ваши ожидания и на чём… И что представляет из себя ваша боль, ваша болезненность. Такая. Ну, ну, то есть, болезненности, восприятие, вот, того, что происходит сейчас, на данный момент. С этим нужно бы работать, чтобы вы отдавали себе отчёт в том, что вы чувствуете и уже, опираясь на это, скорректировали… Как-то скорректировали своё, ну, своё поведение. Своё поведение, свою позицию, да. Ну, то есть, это не видится для вас оптимальным вариантом. То есть, чтобы понять, что делать дальше, да, чтобы принять такое, не самое, мягко говоря, лёгкое решение, нужно, чтобы разобраться с тем, что вы чувствуете и почему вы чувствуете. Вот. Вот и всё. Возможно, разобраться со своими чувствами и научившись выражать их более целенаправленно, более аутентично, а вы вместе с тем сможете понять лучше себя и понять мужчину. То есть, если у него сейчас проблемы, то он и воспринимает вас в контексте своих проблем. Вот. Вот. Вы как будто это из виду упускаете. Вот. То есть, вот основание для ваших ожиданий, причины боли, это то, с чем, на мой взгляд, нужно работать, в первую очередь. Вот. И по итогу будет понятно, я полагаю, какое решение вам принять. Вот. То есть, допустим, если уходить, да, то, к примеру, куда уходить, ну, если вы хотите уйти. Да. Значит, соответственно, как бы вы воспримите уход? Там, вам же может быть больно, да, вам. Вам может быть как-то вот неприятно, вам может быть, там, тяжело, вот, и так далее. То есть, это все нужно исследовать, прежде чем решать какие-то вещи. Вот. Так что, такой ответ с точки зрения профессиональной психотерапии вам можно дать. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания.